Уважаемые жители Гомельской области! Вот уже трое суток совместными усилиями спасателей, энергетиков, лесников, строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников внутренних дел и многочисленных добровольцев Гомельская область борется с последствиями стихии. Невзирая на критическую высокую дневную температуру, работы не прекращаются ни на минуту, ни днём, ни ночью. От 90-100 бригад в ночное время до 200 бригад днём. И это речь только о специалистах с допуском к таким видам работ. Уже во вторник нам удалось подключить к энергосистеме все райцентры, обеспечить водой населённые пункты, где её подачи не было, ввести в строй все животноводческие комплексы и начать запуск вынужденно остановленных предприятий. Это, безусловно, очень важный результат. Но до тех пор, пока не будут подключены системы жизнеобеспечения, в каждый населённый пункт, даже если там проживает один житель, расхолаживаться и снимать режим чрезвычайной ситуации мы не будем. На сегодняшнее утро без электричества остаются 307 небольших населённых пунктов в 11 районах области. На учёте каждый дом. Наша задача максимально за сегодня, а самые сложные участки к утру 19 июля, подключить к источникам питания. У нас есть чёткое понимание, где удастся восстановить подачу электроэнергии, а где понадобится ещё время. Поэтому уже с понедельника закупаем генераторы. Также получаем их во временное пользование из других областей. За что всем огромное спасибо. В настоящее время область получила ещё 158 генераторов по линии Минэнерго. 246 приобрели у Минского моторного завода. Сформированы бригады по их подключению и обслуживанию. В целом это даёт нам уверенность в том, что мы сможем запитать энергией все оставшиеся населённые пункты. Графики подключения по каждому району будут опубликованы на информационных ресурсах и в СМИ в ближайшее время. Параллельно решаем вопросы связи. Вчера Белтелеком оборудовал телефонную линию, которая работает без наличия внешнего энергоснабжения. В тех населённых пунктах, где отсутствует связь, установили по одному стационарному телефону в доме или учреждениях соцсферы. В то же время более 40 бригад мобильных операторов подключают вышки к генераторам, чтобы как можно быстрее полностью восстановить связь. Ни один человек не останется наедине со своей бедой. Особенно это касается одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста. Они находятся под пристальным вниманием социальных работников. Во все же пострадавшие населённые пункты выезжают председатели сельсоветов. Депутаты местных советов изучают проблемы каждого человека, каждого домовладения. Помощь в ликвидации последствий ураганного ветра нам оказывают республиканские органы. Ситуацию в регионе лично контролирует президент страны Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые жители области, мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы до конца дня электричество во всех наших домах было восстановлено. Спасибо вам за понимание и терпение. Продолжение следует...